На прошлом занятии мы изучали, как создать обычное простое меню. На этом занятии мы его немного сможем усовершенствовать, сделать так называемое подменю. Итак, для этого мы создадим G-меню, допустим, меню 1, меню 2 и так далее. Эти меню мы добавим в наш меню бар. Ну и соответственно наш меню бар мы добавим на нашу фрейм, уже он добавлен. Я создаю еще G-меню. И здесь напишем пункт. Пункт 1. Мы создадим несколько пунктов. 1, 2, 3, 4 и 5. Соответственно вот эти вот же меню мы добавим в нашу меню. Меню 1. То есть здесь вся суть работы находится именно в том, что мы подсоздавали меню, подсоздавали наши вот эти вот пункты. И просто методом add мы их просто добавляем. Мы добавим item 1 и так далее до item 5. Теперь, когда я откомпилирую это, мы увидим, что у нас вот образовалось. Когда мы вкладываем в G-меню не G-меню item, а G-меню в G-меню кладем, то в таком случае у нас образуются сразу автоматически вот такие даже еще стрелочки. В том, что здесь может еще быть выпадающее меню. Если же мы вот этот вот, второй пункт укажем не G-меню, а скажем, что это G-меню item. Вот так. То в таком случае мы видим, что вот здесь на всех есть меню. Клочка здесь, стрелочки нет. То есть здесь нельзя добавить выпадающий список. Еще дополнительно меню. Ну и что дальше делаем? Дальше все аналогично, точно так же, как и на предыдущем занятии. Все точно так же. Если же мы хотим меню, то мы пункт. То мы задаем G-меню item. Меню item. Там 1 равняется new G-меню. Давайте это назовем sub-меню item. Это будет sub-меню item. И название его тоже напишем sub-меню 1. Создадим их 4. И давайте их добавим в нашу, ну допустим, под троечку. Под троечку мы просто добавим методом add. Так как это G-меню, следовательно, мы сюда можем добавить или же G-меню, или же G-меню item. Поэтому у нас их здесь 4. Поэтому мы все добавим. Таким образом, когда скомпилируем, мы видим, в первом пункте еще нету никаких данных. В третьем пункте вот у нас появилось наше суб-меню. В четвертом и пятом мы не добавляли. Мы добавили только к третьему пункту. Третий пункт это item-меню 3. Здесь написано пункт 3. Если же мы хотим, чтобы здесь, вот допустим, вот здесь вот суб-меню 2, еще это было не... Конечно, меня чтобы еще отходило еще дополнительное меню. То в таком случае суб-меню 2, оно должно быть не G-меню, а G-меню item. Ой, просто G-меню. Не G-меню item, а G-меню. В таком случае это будет тоже, может позволить нам добавить. Вот мы видим, что суб-меню 2 тоже нам позволяет добавить еще следующее под-меню. Таким образом, мы в это под-меню можем таким же самым образом добавить еще кучу разных G-меню. Или G-меню item. И таким образом делать сколь угодно много, большие иерархии вот этого меню. То есть у этого меню еще могут быть еще куча G-меню. У тех G-меню еще куча других G-меню, у тех еще куча еще каких-то под-меню и так далее и тому подобное. Аналогичным образом точно так же добавляется и для меню второго. Второе меню. Вот оно. Мы это добавили для первого меню, так как использовали вот меню 1. Для второго меню тоже добавляем G-меню или G-меню item, в зависимости от того, что вам нужно. Если вам нужно именно еще суб-меню, которое будет всплывать, то в таком случае вы G-меню добавляйте G-меню. Тогда это вам позволит добавить еще G-меню item. Или же еще G-меню, G-меню, G-меню и так далее пока сколь угодно, но вам пока не понадобится их. То есть вся суть такая, если мы хотим еще дополнительно выпадать в список, используем G-меню в G-меню кладем. Если уже все это конечное, то есть выберем, то тогда G-меню item. Итак, открываем любую программу, которая у вас есть, в котором есть меню, любая программа. Смотрим, как это меню выглядит. И попробуйте его именно сделать это меню с помощью Java. В своей программе сделать точно такое же меню. Ну, если там в меню будут какие-то, вот допустим, какие-то чекбоксы, вот галочки, допустим, вот которые мы можем набирать, они вставятся. Или какие-то другие компоненты, вы можете пока что на это не обращать внимания. Мы поговорим о том, как добавить сюда чекбоксы, как добавить другие компоненты, как добавить иконки туда, чтобы меню выглядело непросто. Вот таким линейным, как у нас сейчас образуется, чтобы оно было с какими-то иконками, там, сепаратором мы уже умеем применять. Чтобы здесь, допустим, были какие-то чекбоксы и так далее, галочки могли, мог пользователь выставить. Ну, соответственно, допустим, под каждым пунктом можно поставить какое-то изображение, какую-то картинку, иконку какую-то. То есть, про это мы тоже будем все учиться этого делать. Когда мы этого сможем делать, мы добавим еще горячие клавиши к этому, ко всему. И вы сможете делать меню любого уровня сложности. С любым уровнем количества вкладок меню можете уже будете создавать, делать. И можете сделать любое меню в вашем приложении, такое, какое вам будет необходимо. Спасибо. Спасибо.